Меня зовут Алексей Ницца, и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня расскажу, как самостоятельно создать публичный канал в мессенджере Telegram. Telegram – это мессенджер от создателя социальной сети ВКонтакте Павла Дурова, имеющий не только мобильные, но еще и десктоп и веб-версии, а аудитория мессенджера насчитывает уже более 60 миллионов пользователей. Разработчики сделали фокус на скорость работы и безопасность, используя собственный протокол шифрования. Тренды конца 2015 года и начала этого года говорят о том, что все больше сервисов и услуг будут доступны именно в мессенджерах, реализуя так называемые услуги по одного окна, когда не выходя из привычного приложения мессенджера, можно будет заказать пиццу, почитать последние новости, проверить погоду, курт доллара и пообщаться со своим психологом. Установить версию для своего типа устройства можно на официальном сайте Telegram. Есть версия для Android, iOS, Windows Phone, приложения для Windows, Linux и Mac, а также веб-версия, которая позволяет использовать мессенджер на любом компьютере, где есть интернет. Telegram позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и любого типа файлами – фотографиями, видео, аудио и т.д. При этом все будет храниться в облаке, и в случае удаления приложения с устройства или при переходе на другое устройство, все файлы всегда будут под рукой. Telegram позволяет создавать групповые чаты до тысячи пользователей, секретные чаты с шифрованием информации, включать в таких чатах таймер на автоматическое удаление сообщений, а также создавать публичные каналы, о которых я расскажу сегодня подробнее. Важно понимать, что публичные каналы не предназначены для транслирования и обмена конфиденциальной информацией, так как доступ к ней может получить любой желающий. Любой пользователь мессенджера Telegram может создать публичный канал и транслировать информацию в виде привычного диалога в чате, лишь с одним отличием. Подписавшиеся на канал, пользователи не могут отвечать на сообщения, а могут лишь читать. В этом основное отличие каналов от групп. Удобство публичного канала еще и в том, что для него создается уникальная ссылка, которую можно разместить в социальных сетях или на своем сайте, и дать знать вашей целевой аудитории, что за вашими новостями можно следить и в мессенджере. При этом людям нет необходимости добавлять вас в адресную книгу и обмениваться номерами телефона. У Теплицы на данный момент существует два канала в Telegram. Новости Теплицы, где раз в день публикуется одна из самых интересных новостей нашего сайта, а также Теплица Про – экспертные новости, приложения, сервисы и тренды для профессионалов в области IT-технологий, активистов, дизайнеров, журналистов, блогеров и сотрудников некоммерческих организаций. В этом канале публикуются самые свежие новости и часто на английском языке. Итак, как же самостоятельно создать публичный канал для себя или своей организации? Для начала нужно, естественно, установить и запустить Telegram. Далее для создания канала нужно пройти всего несколько шагов. Справа сверху нажимаем на иконку и переходим в раздел, где можно создать новую группу, секретный чат или канал. Выбираем канал, вводим название будущего канала и описание, а также добавляем картинку, чтобы среди списка чатов и контактов пользователь мог быстро определить, что это ваш канал. Картинку, конечно же, можно вставить с телефона, либо сделать снимок прямо сейчас, а также найти картинку по ключевому слову, что, кстати, очень удобно. Переходим на следующий экран и выбираем, будет ли канал приватным или публичным. Чтобы люди смогли подписаться на него с помощью ссылки, необходимо сделать его публичным. Придумываем ссылку, по которой потом можно будет найти ваш канал, и после этого можно добавить людей из списка ваших контактов или пропустить этот шаг. Итак, теперь канал создан, и все, что здесь я напишу, смогут увидеть мои подписчики. Напоминаю, что это не группа, и участники канала не смогут отвечать. Чтобы просмотреть и изменить настройки канала, необходимо справа сверху нажать на картинку канала. Здесь можно добавить администраторов, то есть тех, кто сможет публиковать материалы в канале, а также добавить пользователей из адресной книги. Нажав на Edit, можно изменить информацию о канале, название и описание. Рекомендуется наиболее информативно написать, о чем будет ваш канал и какую информацию вы будете публиковать, что может привлечь больше подписчиков. Естественно, что намного удобнее публиковать материалы в канал из приложения на компьютере или в веб-версии, поэтому я рекомендую скачать их для администраторов вашего канала. Таким образом, с помощью публичных каналов вы сможете транслировать любую информацию о деятельности вашей организации или личной инициативы, используя принцип одного окна и давая пользователям получать важную информацию, не выходя из привычного мессенджера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok